Сколько ступенек? 147. 147. Вот, не зря тут бабушки и дедушки не ходят. Такие здоровенькие бегают, прыгают. Конечно, по такой лестнице поднимись. Зато поднялся и сразу сел, посидел, отдохнул. Молодцы, обо всех заботятся. Здесь, на улице Закхеева, в Петропавловске, скоро будет жить семья Чувашовых. Мечта Елены о собственных квадратных метрах наконец-то сбылась. Ждать квартиру пришлось 12 лет. Очень рада. Потому что я, например, уже даже и не ждала, что мне дадут когда-нибудь квартиру. Потому что все говорили, что уже поздно, уже время вышло. И тут вышел наш любимый закон, что все-таки может еще что-то получиться. И вот, пожалуйста, получилось. Елена – сирота. В 16 лет потеряла мать, в 18 – отца. Пятеро девочек остались одни. Все заботы о младших сестрах легли на плечи старшей, 25-летней Светланы. Отдавать сестер в детский дом она отказалась. До этого мы жили в разных условиях. Сначала это было общежитие 12 квадратов, где она жила 6 человек. Потом 18 лет мне дали общежитие. Это было 18 квадратов. Там была маленькая комнатка, нам вдвоем сестрой дали. Вот такие были условия. В прошлом году первый раз я обратилась в опеку. После Нового года мне предложили обратиться в суд. Я обратилась в суд. Суд состоялся летом. И получается, в октябре я уже получила квартиру. Все прошло изумительно. Мне дали добро на квартиру. Я получила. Я очень довольна. Наслаждаться изумительным видом из окна на Авачинскую бухту каждый день Елена будет уже летом этого года. К тому времени ее семья планирует переезд. А пока нужно привезти квартиру в порядок. Каждой вещи найти свое место. Здесь будет спальное место ребенка. Здесь мы поставим для него компьютерный стол, чтобы он занимался. Ну и себе выделим где-нибудь здесь угловой диванчик. Здесь телевизор повесим. Ну а шкафы купе мы сделаем в коридоре. Наводить чистоту в новой квартире, пока папа на работе, Елене помогает 11-летний сын Кирилл. У меня самое интересное место в квартире – это ванная. А самое особенное – душевая кабинка. У нее есть радио, вентиляция, свет. В первую очередь в новую квартиру перевезли холодильник и микроволновую печь. Кухню придется обновить, старую мебель выкинуть, а обои переклеить. А здесь такая интересная полочка. Тут много чего интересного. Молоточки, плоскогубцы. Это, видимо, прошлый жилет составил. А обои тут у нас можно доклеить еще. Вот, это тут полно. Спасибо доброму человеку. По закону, желанные квадратные метры предоставляются сироте по договору найма на 5 лет. Только после этого квартиру можно приватизировать и продать. Кроме того, в прошлом году были увеличены возрастные рамки для граждан этой категории. То есть, это не до 23 лет, а значительно выше. И у нас в списке стоит человек, которому 39 лет, и он не был обеспечен. Во новом обосновании мы ему должны предоставить квартиру. На покупку жилья детям-сиротам в 2014 году краевые власти планируют потратить 360 миллионов рублей. В прошлом году на те же цели было выделено всего 130 миллионов. Причем жилье будут приобретать не только на вторичном рынке. В планах также участие в долевом строительстве новостроек. Леся Сурина, Александра Галдина, Василий Конышев, информационное агентство «Камчатка».